Ёлка в плюточном. Оказывается, разница записи. Разница микрофонная есть. 5,1 или двухканальный. На другом формате. 5,5-5. 6,5-5. 5,5-6. Эта шпина. Да, это милый. 8,5-7. 9,7-8. 11,9-9. 11,9-9. Ну и ещё ёлка, какие-то накрашенные. Будто эта коробка из-под молока накрашенная чем-то. Очень похоже. Светофор. Нарядили всё, чем было. Тут вечно дофига птиц в любое время года. Вообще люди, как совет, всё, что есть, можно нарядить. Даже если с виду непригодная. Мне кажется, этот район как маленький пансионат. Тут куча всяких ёлка, деревьев. Ой, там что-то собираются ставить на этой стороне дома. Разметка какая-то. Как бы в доказательство ёлки или сосны, хрен их знает. А вроде как ёлки. Это именно благодаря этому заводу когда-то тут создался этот район. Теперь завод какой-то другой. И магазин больше не магазин. И фотки там тоже уже не делают из плёночных котиков. Это совсем не ёлка, но это лужа и дом покрытая тут довольно давно. А вон там зона какого-то режима, на которую выходили окна моей прежней квартиры. Из которой граничит наш сад. И тут расчищено, на удивление. Не припомню, раньше так было тут или нет. Вообще я совершенно не против подобной зимы. Минус 5-3 градуса, слегка мокрый снег. Главное, что не красный нос и не скользко. И, по-моему, в эту погоду хорошо кататься на лыжах, но у меня уже их давно нет, так как моя бабуля, ныне покойная, когда-то не спросив меня, отдала их одной соседке. В этот раз ничего не украшено. Ну, в принципе, зовут Двинулпони. Раньше над входом были всякие такие фонарики. Где деревья тоже были фонарики. Да и вообще тут раньше ёлок было больше. И Ленин такой молодой, его даже не сместили, в отличие от центра. Фокус нам дай, Ленина. К отцу его чем-то украсили. Думаю, можно подойти, если есть там тропа какая-нибудь. Ну, или просто поближе. Меня за потерячки. Что-то такое светится. Надеюсь, оно не бомбанет, пока я иду. Ну, типа эти фонарики какие. Всё, что осталось от ёлок. На механке. У меня был выбор либо пройти мимо дома, но надо было бы делать крюк, потому что я хотела ёлки заснять. И вообще слегка забыла как-то с ёлками. Ну, думаю, лучше в следующий раз как-нибудь. Вообще, возобновить пешие прогулки. Раньше я ходила исключительно пешим, по большей части. От цветочного до механки обратно. И теперь будет от механки. Да, от механки до цветочного обратно. А теперь будет нам бороться. Ленина. Точно у Ленина или какой-то цветочек, или ёлочка? Ёлочка. Нет, цветочек. Я думала, это ёлочка с игрушками. В общем, механка осталась без ёлочки, скажем так. Синий домик сдается в аренду. Я в нём ни разу не была. Стабильно была на сессии, когда он был открыт или как-то так. Моя уже дважды помянутая в этом ролике покойная бабушка водила туда моего старшего племянника. И жаловалась, что там ничего про дедушку не было. Хотя он фрирично приложился к этому заводу. Но, как я заметила, все, кто не помнят, как мама говорила, Иван, не помнящий родствах. Недолго живут в этом плане. Но, в смысле, завод развалился. Может быть, потому что не помнил тех людей, которые к нему приложились. Когда теряется духовность, то, скажем так, многое что отваливается. Не в одних деньгах и финансах суть, скажем так. Да? А вы как считаете, зрители? Однажды напротив меня в автобусе ехало две женщины. Абсурдолёт как раз путями с механки, через механку в цветочной, что столько ложили денег в этот постамент, в этот музей механки. А теперь он закрыт, и кому он нужен, и сдаётся в аренду. Глаз народа, скажем так. Аренда. Может, кому-то надо. Я боялась, что сегодня автобусы не ходят. Мне уже второе или третье, наверное, попадается. Памятник неизвестному солдату. Все север. Если прямо-прямо пойдёте, перекрёсток пройдёте, ещё прямо пройдёте, направо свернёте и совсем ещё раз направо, а потом налево босс лез. Может, как-нибудь дойду. А если прямо пойдёте и направо повернёте, и совсем прямо пройдёте, а потом увидите с левой стороны строения всякие, будет сосновой. Скажем так, не мог пройти мимо. Бристоль. Бухай-бухай, Россия, то есть пропадёшь. Слышь. Когда-то тут были ковры. А ещё тут ёлки. Или сосны. Ну и то, ради чего я сюда дошла. В принципе. Слышь. Истёдная ёлка. В мирном, возможно, есть ёлка. На часа точно есть ёлка. И в центре. И, возможно, налево. Не знаю, получится у меня на левой сползать с этой камерой, пока там эта ёлка. Если она есть. Она тут даже светится. Интересно, на ней есть игрушки такие, как цветочные? Что тут у нас? Чтоб все знали, где эта ёлка. Чтоб все знали, где эта ёлка. Кажись, тоже что-то такое. Что у нас шлось, те мы нарядили. Эх, яшки на них нет, на такие шарики. Хотя они большие на него. В смысле, тишки. Что-то я кота своего яшки назовала. Склероз. Слушайте, тут точно такая же игрушка, только на чёрном фоне. Попробую вам поближе подойти. Или это не она? Похоже. Обойтись, что ли? У меня побольше, чем наши. Пятая школа. Какое дерево крутое. Не, я понимаю, что в Брестольне только бухло продаётся. Но смысл? То, чего в Магните не нашли, пошли бухнуть в соседний магазин. Часа четыре, наверное. Если уже не пятый. С Новым годом. Скажем так, и вас также. Увидимся. Если б я выбирала герб, я бы сделала часы в сыре. А не то, что у нас. Хотя в России практически на сто процентов, но на большую часть, конечно, правит православие. Потому всякие святые, местные, не очень. На гербы суются. Или животные. Чё-то подумала, у кого-то есть кумамун, а в Ярике кажется медведь. Если путаю, поправьте. Но где-то есть фражка медведь. На гербе. На гербе. В Поехали. На гербе. Прождения на гербе. На гербе.